здравствуйте друзья доброе утро у нас среда среда 5 июля от гуляли мы этот самый день независимости тут еще пойти он так на вторник попал и получается что два выходных между ними понедельник и вот а вот вот этот вот вторник такая большая гулянка получилось пишут пишут я никогда не сталкивался лично но вот пишут что в штатах с точки зрения массовые стрельбы такой знаете вот расстрелы да когда вот день там шопинг-моллах там где-то на площадях на каких-то мероприятиях фестивалях там и так далее а это случается и вообще очень часто люди которые хотят пострелять они вот именно стремятся к такому знаете публичному месту хотя тоже пишут что вот половина случаев применения огнестрельного оружия с со смертоубийством как бы раз жертвами это самоубийство то есть половина людей погибших вот огнестрельного оружия в сша это самоубийцы но тем не менее значит вы знаете бывают такие места да и в школах и в магазинах и там черт его знает где из-за чего и так далее так вот два самых активных дня когда происходит вот эти вот массовые расстрелы и это как раз 4 и 5 июля вот сегодня тоже на вот вчера и сегодня газеты полны новостные издания полны сообщения о том что тут постреляли там постреляли это как бы дело обычное пострелять могут и не в праздник но в праздник это как бы такой знаете дополнительный такой флэйвор приобретает я даже не знаю то ли они алкоголя больше употребляют то ли там колются лишнего то ли чего даже не знаю но дело обычное дело обычное и и вряд ли что-то изменится в этом смысле поскольку но вот то как мы видим общество реагирует на вот это пострелять да значит ничего не меняется что еще сказать вот сегодня как раз с утречка президент байден выступал там идет знаете такая бодяга по поводу приема ну два вопроса значит первое это прием швеции в надо и там уже не только турция значит возражает но и венгрия ну венгрия как бы в память так сказать о событиях 56 года когда ее советский союз кровью залил вот как бы в память об этих событиях венгрия полностью превратилась в такого халуя аберзопакстного на своих кривлевских господ я не знаю кто они там к них они отношениях может просто бабками берут но во всяком случае и венгрии уже против поэтому да это один вопрос где они там скопировались и второй вопрос это помощь украине прием в нато там и так далее тоже поскольку очень венгрия и вот на днях значит сейчас будет съезд искать нацовский там будут решать многие вопросы в частности им предстоит более четко я думаю так и им предстоит более четко определиться относительно относительно помощи украине потому что вот этот поцелуй без любви который значит мы наблюдаем другое дело что поцелуй становится все более глубоким как мы это видим означали они там щечку потом так как то все все глубже и глубже вовлекаются в этот процесс целования но все равно без любви пока происходит так что они должны как какие-то чувства значит видимо проявить проявить и сегодня встречался байден с премьер-министром Швеции есть как ни странно такой рычаг давления и на Турцию и на Венгрию состоящий в том что можно им например не продавать оружие которое они хотят приобрести Турция хочет приобрести на жуткие миллиарды приобрести F16 хотя мы знаем что далеко не самая современная но может быть они поэтому дешевле я не знаю вот а Венгрия знаете что хочет Венгрия хаймерсов хочет по ком ей хаймерсами бить я даже не представляю то есть вот если так вот из Венгрии там этих хаймерсов можно там пол Европы покрыть но тем не менее тем не менее хотят хаймерсов вот прям подаваем ну и я так понимаю что какое-то давление сейчас на них будет оказано с этой стороны так что посмотрим понаблюдаем но вот как бы такая такая тема как тема она присутствует я рассказываю что там чего пишут о чем говорят и так далее вот значит праздник расстрелы по стрелы значит помощь Украине что там еще пытаюсь сообразить а знаете тут я поскольку послушиваю там разных людей есть такой замечательный совершенно дедушка его зовут Андрей Андреевич Пианковский он профессор математики живет в Америке и видимо в какое-то время увлекся политологией я так я не знал о нем раньше но вот сейчас в связи с с военными действиями и так далее он часто выступает в самых разных местах и он тут очень интересно сказал что вот есть много факторов которые там значит воздействуют на администрацию Байдена с тем чтобы больше более активно помогать Украине и в частности он сказал такую занятную вещь я даже немножко вздрогнул значит он сказал что республиканцы избрали тактику такую чтобы значит упрекать администрацию Байдена в том что она недостаточно помогает Украине и вот значит долбать его с этой стороны ну что должно как бы посодействовать его движению в этом направлении я хочу сказать что по факту это совсем не так по факту республиканцы особенно участвующие в избирательной кампании они наоборот все больше и больше сдвигаются ближе к Трампу а Трамп тут на днях у него там план возник он говорит вот у меня есть план как заключить мир значит надо ну конечно раши там что-то нужно дать из того что там вот на Украине может быть из того что сегодня захвачено там большую половину может быть отдать Украине остальное там пусть останется у России и там и так далее значит в общем такой план у него и вот республиканцы например десантис который раньше открыто так сказать выступал против агрессии российской и так далее он теперь вместе сдвигается сдвигается туда ближе к Трампу зачем вообще вмешивается да там я помню эту риторику трамповскую что там дружить надо с Россией у которой есть нефть а не с Украиной у которой нефти нет понимаете происходит вот что есть удивительное совершенно по степени зашкаливания нелогичности и вот этого безумия группа таких крайне правых чуваков которые так-то и трамписты знаете уже там вообще ни одной ни одного нейрона не осталось свободным вот и вот они из наших соотечественников из наших соотечественников и вот они странным образом как бы игнорируют то что Трамп категорически против Украины и за Россию слил бы эту Украину просто как ну вот и продолжает сливать вот они как-то этот факт игнорируют и говорят что вот значит Трамп как раз бы Украину спас и вообще бы войны не было еще чего-то еще чего-то еще чего-то вот он бы по-настоящему помог и вот эта группа русскоязычных абсолютно до мозга костей так сказать трампистов да вдруг от этой они при этом проукраинский но как-то у них не получается сказать ну да вот Трамп против но мы за там помощь Украине этого они не могут сказать почему-то они наоборот пытаются совместить вот это все и вот вот пианковский он как бы как-то может быть я не знаю чего вдруг вот этот тезис ему в голову пришел наверное я не сомневаюсь что по-английски читает хорошо и так далее но может быть он много вот этих смотрит там я не знаю откуда это взялось но абсолютно абсолютно никакого давления со стороны республиканцев на Байдена в том смысле что надо больше помогать нет ну то есть если оно есть то оно такое микроскопическое что можно совершенно смело им пренебречь это как бы линия партии ну Трампа соответственно партии потому что кто кто слово сказал того в партии больше нет значит он закончится его карьера так вот линия Трампа состоит на поражение Украины вот так что ну к слову к слову день независимости чего в новостях вот так я вам рассказал поделился друзья и пойду поработаю надо надо же поработать тоже чё так вот всё ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля пошёл поработал чем отличается хороший человек от плохого вот я вам напоследок хороший человек он поговорит поговорит погает открыт и поработает вот пойду я поработаю Продолжение следует...